здравствуйте друзья спрашивается как вообще вот мы тут живем и управляемся с американской бюрократией вообще как она американская бюрократия вообще контекст в котором вопрос задается он такой специфический для начинающего вот новичок вот он приехал сколько времени уйдет чтобы получить ему там social security number или там green card по почте пока придет или там ну что-то такое вот по мелочи когда нужно начать жить в стране и вот там для этого чего-то такое необходимо это конечно ни в какое сравнение не идет по сложности и важности нежели например когда ты уже работаешь живешь работаешь и ты вынужден иметь дело с бюрократией там с городскими властями с властями штата может быть где-то с федеральными где-то с полицией где-то там я не знаю с почтовым офисом с большими организациями которые не государственные но все равно но близко к государством они зарегулированы очень типа страховых компаний больших или там банков до такого плана значит но если бы так уже как бы четко государственную бюрократию возьмем то надо про нее сказать что она работает безотказно она может быть не работает как часы знаете как то есть там где-то может быть течет там подождал лишние недельку другое но существенным является то что если те чего положено тут и это получишь я вспоминаю связи с этим у нас училась девочка в группе в институте связи она вышла замуж и родила двойню и по тамошним тогдашним законам если семья рождала семья рождалась двойня то ей было положено этой семье трехкомнатную квартиру как-то так даже там без очереди совсем как-то вот так быстро положено было и она ее ждала я уж не знаю сколько там она ее ждала эту квартиру же дети подросли существенно то есть грубо говоря вот советская бюрократия была интересна тем что тебе положено но ты фиг получишь или те все кишки вымытают или просто вот ну то же самое вот было с постановкой на учет в связи с плохими жилищными условиями на улучшение жилищных условий то есть вроде ты живешь у тебя там меньше пяти квадратных метров на человека без этого вообще на учет не ставят но дальше тебя поставили и если в москве допустим лет за десять у тебя еще был шанс получить квартиру то вот например я знал ребят которые жили в областных городах в районных центрах вообще никаких шансов не было и 25 и 30 лет можно было простоять там просто не строили поэтому колоссальный был разрыв между положено и реально получил вот в америке такого нет вот чего положено ты получил более того есть как бы контроль внешний за системой например я помню у нас был случай смешной я то есть я его рассказываю как смешной случай но там в чем суть была была бабушка одна которая из эмигрантов которая пошла в социальный сервис и поскольку она уже не рабочего возраста и назначили какой-то пенсион но как то не так назначили но то есть вот не то сумма была и она пошла в суд в обычный районный тут ближайший суд обратилась вот на эту самую организацию чтобы судья там разрулил и у нас есть дядь знакомый он такой волонтером со всеми ходят там помогает перевести если что и он пришел а судья он такой добродушный день сидел и он так говорит а ты кто а ты кто а ты кто а ты кто и вот когда этот значит григорий его зовут когда этот григорий значит кто-то могут и кто богать ягод вот там волонтер помогаю там вот туда-сюда и судья ему радостно говорит до свидания по-русски до свидания тот разворачивается идет и судья кричит а куда же ты уходишь тот говорит так ты же сам ведь сказал до свидания а это все что я знаю по-русски не хотят просто насть быть вот так вот но сучу бабушка обращается в суд судья говорит ну конечно они там все напутали говорит судья и присуждает ей правильную сумму и она идет и получает правильную сумму поэтому да еще здесь почтовые услуги осуществляет государство вообще отцы основателей когда создали страну они говорили так вот есть вещи которые но общество пока не в состоянии само делать значит там где общество не в состоянии там государство должно вмешаться но но не более того все что общество может делать сама государство должно стоять в стороне такая была концепция не вмешиваться но они сказали тогда вот каждый ребенок который живет в стране должен иметь возможность ходить в школу бабах мы получили государственную школу они сказали каждый человек который живет в стране должен иметь возможность получать и отправлять письма бабах мы получаем государственную почтовую систему которые до сих пор действуют и та и другая хотя и и та и другая являются как бы как бы рекордсменами неэффективности что собственно и и понятно государство это не неэффективное управление это абсолютно точно это как бы понятно но тем не менее так вот почтовый сервис это государственный сервис есть частное тоже там где и чел какой-нибудь да или там федерал экспресс но во всяком случае вот почту доставляет государство очень четко работает очень четко я насчет эффективности вот не скажу но с точки зрения это материальный дан финансовой эффективности но доставляет регулярно ничего не пропадает все что в ящике охраняется федеральными законами грин карты по почте шлют права шлют по почте банковские карточки кредитные дамы и дебетные все идет по почте ничего не пропадает то есть в этом смысле с государством и вот в таком его проявлении очень удобно и я сказал даже приятно иметь дело значит что еще бюрократия я сказал избалованный народ здесь они они постоянно ругают бюрократию здесь тоже они просто той не видели вот которую мы знаем вот еще что здесь бюрократия взятки не берет то есть я не хочу сказать что отсутствует полностью в стране коррупция государственных органов так так сказать нельзя то есть периодически где-то что-то пишут там в газетах там кого-то там поймали разоблачили там еще что-то но это как бы аномально то есть я например никогда не брал не давал и и не знаю никого кто бы брал там или давал взятки и у меня такое ощущение вообще что сша может быть то есть от 95 98 99 процентов населения никогда в жизни не давали не брали взяток поэтому она наверное где-то есть то есть я предполагаю что есть но вот так что скажем полицейскому то это просто в кошмарном сне не присниться чтобы полицейскую можно что-то дать там когда он тебя остановил вот или я не знаю там работнику социального сервиса чтобы он тебе там побольше насчитал там как каких-нибудь бенефитов хотя они в общем-то мало зарабатывают но в голову не придет это уму непостижимо вот хотя мы знаем что есть коррупции в полиции тоже тогда там делать там какие-то еще раз пишут об этом что какие-то вот наркодилеры они там приплачивали полицейским чтобы тебе закрывали глаза где-нибудь нью-йорке дам я не знаю наверное наверное коробки как баба сюда присутствует но это такая мизерная часть жизни что вот если если не в газете например так уже и не знаешь где она так не видать вот так что да и опять ты всегда защищен как бы целой системой которая пусть за деньги но но помогает то есть ты можешь взять адвоката адвокат обращается в суд суд принимает решение то что суд решение принял начало будет исполнено и так далее вот наверное так что еще я бы сказал вот есть у новичков или скажем так не столько новичков вот люди без опыта личного в каких-то вещах у них как преувеличенное представление скажем об американской судебной системе в теме на форумах ты читаешь и говорят в суд суд на него судить его еще что они думают что значит судиться дорого так первое второе далеко не всякие претензии суд вообще принимает вы можете прийти в суд вам скажет вали отсюда и на этом все закончится вот кроме того я как человек который много судился так уже мне складывалась жизнь если вы мою историю почитаете вот там по ссылочке пойдете к описание в описании к видео про историю адаптации мы там более-менее написано так вот я по совокупности наверное лет шесть-семь судился там своей американской жизни из этих тех двадцати пяти что мы тут так вот что я хочу сказать у меня свой опыт есть и опыт многих людей которых я лично знаю суд это не то место где торжествует справедливость что вы себе там не думали даже в америке суд это место где торжествует закон потому что справедливость это ваше субъективное понятие а закон он как бы для всех один поэтому судиться может только человек у которого с головой плохо потому что если можно решить без того чтобы судиться вопросы значит конечно надо решать без того чтобы судить вот так такая вещь поэтому если можно обходиться без государства где-то надо конечно обходиться без государства вот а но бывает что не не удается. Я с другой стороны могу сказать, что я счастлив, что нам приходится работать с совершенно очаровательной американской бюрократией, которая дает деньги и направляет на учебу, на восстановление профессионально людей, которые потеряли работу. Я хочу сказать, что они настолько переживают. Вы не представляете, как они ликуют, как они прыгают до потолка, когда тяжелый случай, когда человек, уже никто не верил, что он работу найдет, а он находит работу, и как они пытаются ему помочь всеми своими ресурсами, которые у них есть. Но дело не в этом, они сопереживают. Я вот реально их видел. Вот чиновники, которые сопереживают. У меня знакомый есть, он что-то с женой поругался, американец. В общем, у него все было плохо в этот день. И вот он ехал, где-то скорость превысил, и его полицейский остановил за превышение скорости, и так строго ему говорит, что случилось, почему превышаете. И тот, будучи абсолютно в расстроенном таком виде, он минут 10 рассказывает, что с ним в этот день случилось. Это отдельная история. И он полицейскому говорит, берите свой штраф, и вы все равно не хотите слушать мою историю. Тот говорит, я захочу, рассказывай. И он ему рассказывал эту историю. И кончилось с тем, что полицейский, значит, их было двое, значит, полицейский посадил его в свою машину, второй полицейский сел в машину того парня, и они довезли его до дома, но чтобы он уже по дороге что-нибудь не учинил. И не стали с него брать никакого штрафа, и так далее. Они прониклись. То есть, я не хочу сказать, что полицейские это самые душевные люди, которые только и норовят, чтобы вникнуть в вашу ситуацию. Но вот и так тоже бывает. Поэтому много интересного можно узнать про американскую бюрократию. Все, ребят, счастливо. Я прибыл на место и отправляюсь на работу. Счастливо.